Как делички ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатеведьма Бородавочная. В смысле, я что за карантин так поплохела что ли? В смысле, ты о чём? Сегодня мы находимся там, где всех женщин и всех девушек в городе зовут Маринка. Мы находимся там, где люди вместо машин по городу передвигаются на вениках и метлах. Мы находимся там, где в аптеках никогда не продают таблетки и мази, а только свежесваренные зелья. Мы находимся в Мариуполе, точно. Знаете почему? Потому что если взять слово Маринка и взять слово Мариуполь, то во-первых, первые три буквы это Март, а во-вторых, и Мариуполь, и Маринка это слово из семи букв. Тут всё сходится. То есть, мы находимся сегодня в Мариуполе, только потому что в слове Мариуполь столько же букв, сколько в слове Маринка? Ну да, у Маринки семь букв, а у Мариуполя восемь, но мягкий знак не читается. Получается Мариупол и Маринка. Ха-ха-ха-ха. Мы сегодня находимся в Мариуполе, ле. Мариуполе? Слушай, так если их всех зовут Маринками, получается они такие же все противные и вредные, как наша Маринка, или нет? Вот это я не знаю. Как раз и сегодня нам это предстоит выяснить. Пошли в лес вон в тот. Вон туда пойдём? Зачем? Ну там по-любому водится Маринка. А мне почему-то кажется, что Маринка это и есть бог Майнкрафта. По-любому она нам сегодня какую-то западню устроит. Пойдём, пойдём. Да подожди, мы же выяснили давным, давно, ещё в середине сезона Майнкрафта, но то, что бог Майнкрафт это подписчики. Подписчики управляют нашим сезоном. Они опять там что-то придумали, да, интересненькое? Ну рассказывай давай. Я не знаю, что они там придумали, но я вижу то, что перед нами находится деревня. Если находится деревня, это значит то, что приключения на нашу жопосранцию начинаются прямо сейчас. Прямо как телешоу. Я предлагаю тебе взять оружие на всякий случай и немножечко так оглядеться. Ну и, например, убитчики бомбони. Жестоко ты с ним, жестоко. Слушай, я пока ничего не вижу, вижу только какую-то золот... Ты видишь там золотые крылья какие-то? Или только я это вижу? Я вижу золотого голубя какого-то. Пошли посмотрим вблизи, что это за золотой голубь. Если бог Майнкрафта в начале серии сказал вот эту вот дичь про маринок и вот эту про марюпал и всё остальное, то это значит то, что, возможно, мы или сегодня сами станем с тобой маринками, или встретим настоящую маринку. Господи помилуй. Я знаю, что это. Это мариупольский золотой голубь. Я была права, пойдём. Что, реально в Мариуполе есть вот это золотой голубь? Да, прям так и выглядит. Интентично. Так, подойди, подойди, подойди сюда. Ты смотри, здесь ещё, ещё вот там два золотых голубя. И вот там какой-то золотой олень. Хе-хе, смотри, лианы. Так, подожди, 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 подожди. Куда мы с тобой попали? Я обезьянка. Я это знаю уже давно, с того момента, как мы с тобой познакомились. Ого, сколько бутылочек. Тебе это вообще, да, ничего не напоминает? Хотя бы примерно, куда мы с тобой могли попасть, да? Ну, слушай, я была в Мариуполе, у Маринки в гостях. Ну, в другой её квартире у неё же несколько. И чё-то реально припоминаю такое. Так, здесь у нас башка крипера. Здесь у нас башка дракона. Здесь у нас ножики всякие. Здесь цветы какие-то. Здесь... Здесь точек фиолетовый. И господи! А это кто за один? Это друг Маринки? Ты его знаешь? Ой, не знаю. Я у вас тут цветочек украю. Он фиолетовый. Я фиолетовый очень сильно люблю. Вот тут посадим. Вот тут... Нет, он не садится. Ну, в общем, я его себе забираю. Если здесь никого нет, только вот... Это муж Маринки? Я не могу понять. Да чё-то не похож. Вообще, на самом деле, нету мужа у Маринки. Ну, кстати, да. Так, давай пошли за мной. Это самый огромный домик. Краски на нём очень много вот этих фонарей. Или это свечки. Фиг его знает. Давай зайдём и давай посмотрим. Аккуратно, аккуратно. Давай, ты первая. Давай, ты первая. Ага, спасибо. Ну, ты же знаешь Маринку. Если она на тебя нападёт, хотя бы как на свою подругу, а не на меня. Холодос. Холодос. Пять золотых яблок в холодосе у Маринки. Так, это всё. Собака штулая. Ты всё у меня украла только что из-под носа. Дай хотя бы одно яблоко. Я сама не знаю, как так получилось. На одно. Ага, спасибо. Там пять было, и ты мне одно, да, даёшь? Так. Тихо. Стой там. Ещё один какой-то сундук. Как я понимаю, это квартира Маринки, да? Фиолетовые цветы, фиолетовая кровать, ничего не понимаю. Магическая книга. Ух ты, прикольно. Так, давай мы заберём. Ну, мне много не надо. Ну, на всякий случай мы заберём. Кто его знает, вдруг Маринка что-то нам сегодня подготовила. Так, давай заберёмся повыше вот туда. Здесь у нас... Стой, 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 стой. Чё? Опа. Как ты это сделал? Опа. Ну чё, я похожа теперь на Маринку? Вот ты не знаю, но я точно похож на Маринку, да ты, скорее всего, тоже. Так, давай заберёмся повыше. Давай, 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 поднимайся, поднимайся. А как дальше? А, конечно, тут просто надо. Люк. Опа. А это чё такое? Ты же понимаешь, что это такое. Я сейчас стану мариупольским голубем. Ура! Я лечу, смотри. Это круто, попробуй. Хочешь попробовать? Нет, спасибо, нет, если Маринка нас застукает, я скажу то, что ты виновата, спускайся вниз, Кать. Эй, эй, слови меня, пожалуйста. Ага, фиг тебе, я не буду тебя ловить, ну я ж тебя предупреждал. Если что, если что, это она украла твою вот эту, вот эту летающую метлу, это не я. Если хочешь кого-то превращать в жабу, превращай её, только не трогай, пожалуйста, Кать. Маринка, всё, смотри, вернула твою метлу, вот она стоит, ну-ка, уйди отсюда. Катя, уходи, он, это мой мужчина, который меня защищает из серии в серию. Маринка, ну ты будь солидарна, ну. Убежала, выходи. Ну, вроде в жабу не превратила, спасибо большое за это, Катя. Маринка, ну мы же с тобой помирились тогда, вот где-то в прошлой серии. Ну иди сюда, Марин. Мы тут мужа твоего видели, он ушёл куда-то от тебя, наверное, расстались вы с ним. Кать, ну иди поздоровайся с ней, я как бы вообще не знаком. Маринка, привет, столько лет, столько земно рассказываю, как поживаешь. Я у тебя цветок сперва, надеюсь, ты не против. Против? Ну на, забирай тогда. Жадина, говядина, ты всегда была такой. Ну не оскорбляй ты её, ну спустя столько лет, может, она исправилась, уже может, не жадина, а говядина. Маринка. Ты же, она что-то показывает. Ну вот, я как раз-таки об этом и говорю, Маринка, учитывая то, что мы у тебя в гостях сегодня, давай покажи, мы впервые видим золотых голубей-то. Ну, ещё и мариупольских. Покажи тогда нам, как зелье варить, или как там демонов призывать, или, или вот мы у тебя стащили там немного вот этих магических книг, покажи, зачем они нужны. Да, это реально будет интересно, давай, Маринка, проведи нам урок. Давай, мы у тебя в гостях, мы полностью в твоём распоряжении. Так, она нас куда-то зовёт, пошли. Давай, 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 Маринка, проводи нас. Это чё такое? Так. Ты чё делаешь, Дури Мондо? Ты хотя бы объясни, что это такое, то мы не понимаем, это, тут дети бегали смело, ну вот это, землю испачкали. Подожди, она выкинула какие-то странные вещи на серединку вот этой вот странной вещи. Интограммы, подожди, может она нам намекает на что-то? Может, зайдём отсюда подальше, мало ли чё? Подожди, 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 ну Маринка с нами всякую дичь творить не будет, забери вот эту книгу, я сейчас тогда сделаю то, что она сказала. Сюда, да, надо ставить на это место? А мне чё делать, а мне чё делать? А ты просто наблюдай. Тогда смотри, ставим два вот этих предмета, ставим две травы, вот эту дичь, которую она выкинула, и вот эту дичь. А сейчас чё делать? Правой кнопкой тыкнуть, ну тыкни правой кнопкой на вот эту жёлтую фигнюкать. Цветочком или просто? Просто рукой. Ой, Маринка, если ты сейчас вот этого единорога какого-то призовёшь, Катя-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ты обгогонзился, что ли, от заклинания? Ну как тебе сказать, я думал, что сейчас единорог появится, появилась ворона. Ящерица. И это... Подожди, это мы сейчас... Кать, это мы сейчас ритуал какой-то провели, чтобы ты понимала Верни мясо Я видел, как ты мясо украла только что, Маринка Блин, прикольно, давай что-нибудь еще, давай что-нибудь еще поделаем Пошли, пошли, пошли Так, Кать, давай мы с тобой тогда облутаем все дома Возможно, в домах что-то будет И тогда мы с Маринкой сварим зелье Так, ты давай в этот дом, я забегу вот в этот дом Вижу сундук, в сундуке у нас есть... Кого? Мандрагора? О, знакомая что-то Что такое мандрагора? Это как будто морковка какая-то живая Так, ладно Кать, по всем, по всем домам быстро Здесь еще есть какой-то сундук И здесь у нас житель застрял внутри Сейчас мы посмотрим, что там такое А здесь у нас адский рог Ну что-то в моих домах пока везде пусто А у меня уже какая-то мандрагора И какой-то адский рог уже появился Так, я еще паутину нашел Давай, ищи, ищи еще что-то Маринка, рассказывай, как делать зелье Ну ты же понимаешь, что ты не Майя? Я нифига не понимаю, что ты мне сейчас только что сказала Я только вижу, как за твоей спиной Катя летает до сих пор на твоей метле Может ты спустишься уже оттуда? Это другая метла, я еще одну нашла Маринка, ты не против, я себе одну заберу Ну это вода обычная, это неинтересно особо Залей, залей туда внутрь Вот так, хватит И сейчас нужно туда, да, кидать ингредиенты Так, давай я тогда сюда кину мандрагору Посмотрим, что из этого получится Ты смотри, вода немного покрасилась Можно я морковку туда кину? Ну кинь, я не знаю Морковку одну Ты смотри, реально еще покрасилась Тогда давай я кину еще сюда порошок И кину, давай тогда адский рог Я не знаю, что с этого получится Ты смотри, фиолетовая вода получилась Все, я остаюсь здесь жить Здесь очень много концентрации фиолетового Так, забираем Магическую книгу можно выбрать? Нет, магическую книгу не выбрасывай Я тогда беру и набираю в бутылек наше зелье Зелье на... На че... Фиг его знает, что это за зелье Иди сюда протестируем Встань вот туда, я его в тебя выброшу Вот туда Подожди, серьезно? Ну ладно, давай Ну ты же морковку туда кинула Значит зелье хорошее Должно Ты готова? Давай уже быстрей Ночное зрение и огонь Ну че-то вышло с под контроля Туши пожар! Ты залей меня водой! Да не надо тебя водой заливать Так, забери воду обратно Вот зачем мне второе ведро воды нужно было Ага, чтоб потушить себя Маринка, ты все знала Так, плохое зелье Нет, зелье хорошее, чтобы от кого-то отбиваться Но друг другу оно может навредить Так, выливай воду Ты смотри, тут еще осталось Тогда я заберу еще вот это Ты бери побольше, бери побольше на будущее Опа И еще одно возьмем Ииии Все, у меня два вот этих зелья есть Выливай туда еще воду Еще сварим? Да, давай Кошмар, ты ненасытный волшебник Кидаем мандрагору Кидаем, давай еще порох Кидаем, где порох? Вот, кидаем сюда порох И давай кинем паутину Посмотрим, что с этого получится Паук получится Ты смотри Дай мне, дай мне, дай мне Ну иди возьми вот эти колбочки Они вот там находятся Так, отойди Оп, оп, оп Пойдем в тебя кидать Пошли Я надеюсь, я не взорвусь сегодня Так, давай Ты готова? Да, готова Правой кнопкой мыши, да? Да, давай Раз, два, три Оп, ой Кстати, только я сейчас сдохнуто с такими темпами. Не зря мне дали вот это золотое яблоко. Отстань. Точно, у меня же тоже есть золотое яблоко. Четыре штуки. Катя, они вообще не умирают. Они бессмертные, похоже. Всё, они наши друзья теперь. Ну ты, Маринка, со своими зельями сраными это умереть так можно 20 раз. Вот это крутяк. Ну как крутяк? Мы половину деревни её сожгли ненароком. Ну ладно. Всё, Маринка, спасибо большое. Давай мы тогда сейчас пойдём осмотримся здесь. Может, что-то найдём ещё крутого. А ты будь здесь на месте, мы ещё вернёмся. Давай, Маринка. Всё, давай. Слушай, Кать, ну Маринка вроде как исправилась. Раньше она прям вообще каргой старой была. Вообще, ну прям ворчала на тебя целыми днями. Сейчас вроде нормальная. Чё скажешь? Да, реально. Ну походу что-то у неё в жизни случилось, раз она подобрела. Не знаю. Мужика нашла. Я тебе говорю, что тот мужик, это её муж был. Мужика нашла. Ой, ну давай вот в личные дела, Маринке. Да не будем лезть. Хорошо, пойдём посмотрим что-нибудь. Ты сзади себя посмотри чё-нибудь. Это ещё одна пентаграмма. Это Маринка нам подготовила вот эти все заклинания, чтобы мы использовали. Давай здесь тоже тогда сейчас чё-то наварганим, а? Так, она чё-то там сделала, чтобы животных вызвать? Траву кидала? Подожди, 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 подожди. Здесь есть сундуки. Давай посмотрим. В этом сундуке у нас отравленная картошка. Давай её ставлю сюда. Да, в том сундуке чё? Тут пентакли. Ставь. Так, давай. Оп. Правой кнопкой дыкни. А. Здесь у нас какой-то ножик. А вот здесь у нас серебряный слиток. Нифига себе. Ну давай, я тогда его ставлю и посмотрим, что сейчас получится. Ну чё-то модное должно получиться. Я дыкаю. Давай, давай, только аккуратно. Аккуратненько. Это какое-то другое заклинание, как я вижу. Ой, хоть бы мороженка получилось. Ну чё-то ничего не работает. Да, сломанное какое-то заклинание. О, Маринка, здорово. Да ничего не сработало. Мы только что тут призывали кого-то чего-то и ничего не сработало. Чего-чего, говоришь, тихо ты. Чё говоришь? Она говорит, что мы сделали какое-то плохое зло. Ну-ка, ну-ка, что-что? Сейчас придёт какая-то злая ве... Нам хана, короче, она говорит. Она сказала, что мы дебилы, и зачем мы вообще трогали её вещи. И вообще какое-то странное заклинание вызвали. Всё, можно бежать. Всё, всем хана. Всей деревне хана. Подожди, ты понимаешь, что она говорит, что ли? Ну да, мы же с ней со школой вместе. Так ничего не произошло, Маринка. Катя тыкнула правой кнопкой, и вот это заклинание отменилось. Она говорит, что сейчас кто-то придёт. Уже пришёл. А кто это Маринка? Она убежала. Нет? Маринка, здесь у нас нормальная Маринка, а здесь у нас зелёная Маринка. Это сестра-близняшка твоя. Здравствуйте. Так, ну может мы пойдём? Подождите. А она хорошая Маринка или она злая Маринка? Маринка, скажи нам. Маринка говорит, что всё плохо. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо туда внутрь. У тебя что, какое-то заклинание, что ли? Да мне, она отравила меня вот этим зельем своим. Так, смотрим. Подожди, подожди, подожди. Ну вот, ну да, мы немножко с тобой какая-то что-то не то сделали. Мы призвали какую-то зомби-маринку. Вот это битва. Ты смотри, они там зельями какими-то перебрасываются. Надеюсь, маринка выиграет, иначе нам пипец. Какая маринка? Зелёная маринка или обычная маринка? Ну, нормальная наша маринка, местная. Слушай, но мне кажется, ведьмой как-то быть не очень интересно. Какая-то слишком скучная у них битва, не? Смотри, какие заклинания у них. Пока что никто не попадает. Так, реально скучно. Ну, они что-то бросаются, не бросаются. Ну, слушай, это, походу, какая-то прям мощная ведьма. Она ещё и зелёная. Мы её, походу, вызвали из потустороннего мира. Реально, почему тогда у неё эти ингредиенты в сундуках лежали, а? Я не знаю, что хотела делать маринка. Она, походу, от нас что-то скрывает. А, куда? Эй! Маринка! Мы на тебя надеемся, потому что спасёшь нас! Трусиха! Вот ты с первого класса такой была! Ну и вали! Она просто в лес убежала. Нет, 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 она сюда идёт? А вот эта зелёная маринка, она на нас, походу, идёт. Мы с ней даже не знакомы! Это Катя с первого класса с ней вместе, а я её первый раз в жизни вижу. До свидания, короче, Катя. Всё, прячься, прячься, она может даже не увидит здесь. Давай сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я-я-я, я не знаю, куда спрятаться. А, вот она, ядры крадет! Давай тогда в дом, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной! Я надеюсь, что мы сможем отсюда свалить. Давай вот сюда. Давай-давай, скорее. Давай за мной, за мной. Я надеюсь, что наша маринка вернётся, рано или поздно. Заходи в дом. Быстро давай! Какой ты где? Будь здесь, там, может, она здесь не найдёт. Тихо-тихо, главное. Это ты, тихо, это ты, тихо, будь. Я надеюсь, что мы смогли спрятаться. Ты её где-то видишь или нет? Пока что нет, вижу мужика в соседнем доме. Так, ну и сколько мы здесь будем сидеть ещё? Что там делать дальше? Столько, сколько нужно, пока не вернётся обычная маринка. Катя, она за окном. Она за окном, она бросает зелье, эти сраные в нас. Всё, тихо-тихо, спокойно здесь сидим, она нас не достанет. Она нас не достанет, сидим спокойно и не рыпаемся. То есть ты думаешь, что она такая тупая, что она не сможет открыть дверь и просто зайти в дом? Да по-любому не сможет. А, нет, смогла. Да надо что-то делать, мы не хотели, мы с Маринкой даже не знакомы, честное слово. Да ну нафиг. А-а-а, чё так можно было? Ну слушай, если мы с тобой попали в мир магии волшебства, ты знаешь, что нужно с тут сюсюкаться нафиг? У меня была винтовка, я взяла и выстрелила её. Чё, чё мы как маленькие-то? Как будто в первый раз. Реально, Маринка, какая к чёрту магия, если можно с тобой просто дробаш таскать, и если на тебя нападает какая-то злая ведьма, просто берёшь и кокаешь. Но мы, походу, твою сестру злую убили. Ну главное, чтобы она не вернулась, мало ли чё. Да уже не вернётся с того света, она вряд ли вернётся. Тем более, учитывая то, что у Кати есть винтовка, и ты смотри, какая Катя жёсткая. Маринка, ты с ней не связывайся, даже учитывая, что вы с первого класса вместе. И фонарь. Оп. Радостная какая. Ой, да ладно, Маринка, да ладно, ничего, всё нормально. Как будто мы уже бывалые. А-а-а... У меня было четыре, она... Она мне только что 10 алмазов выкинула. А ничего, что как бы я вообще-то убил, а тут главного виновника торжества. Ну ладно, Кать, я с тобой поделюсь, держи 7 алмазов. Ну спасибо, спасибо, хоть что-то. Ну на тебе яблочко золотое. Ну просто Катька Терминатор. Ну я, я, я честно, с каждой серией всё больше и больше тебе удивляюсь. Да нормально всё, Игорёха вон пришёл сзади. Ну давай ты там, Маринка, справляйся с Игорёхом, с этим своим голубым... Голубым голубем, хотим сказать. С золотым голубем справляйся, а мы с Катюшкой Терминатора потопали. Пошли, Кать. Да, всё, пойдём на отдых, заслуженный. В сраку эту магию выкидывай вот эту шляпу беспонтовую. Зачем, если когда... У нас дробаши и винтовки есть. Фигня. Со своими магиями, своими заклинаниями, зелеварениями непонятными. Ты в кого целишься, Кать? Мистер Крипер. Ой, ещё у нас павук тут. Ой, Игорёха у нас тут ещё. Да идите вы все в баню. Да кто следующий-то на меня? Ну давайте в очередь подходим. Ну, кто ещё? Субтитры подогнал «Симон»